здравствуйте меня зовут фёдор васильев приветствую вас проекте джумла сенсей это 60 урок создаем с вами портфолио часть 2 мы с вами остановились на этапе настроек по умолчанию и первое что я хочу сделать на странице портфолио это убрать модуль сбоку я хочу чтоб портфолио был во всю ширину поэтому мы переходим в админку менеджер модулей у нас выходит меню и блок авторизации регистрации на сайте переходим менеджер модулей находим майн меню переходим привязка пункта меню выбираем только на указанных страницах и отключаем портфолио на портфолио нам выводить модули не нужно сохранить закрыть и вход вход на сайт делаем то же самое отключаем портфолио сохранить закрыть переходим на сайт переходим на портфолио ссылку и у нас отключается модуля по бокам и наше портфолио выстраивается во всю ширину автоматически у нас делится на 4 колонки и потом снизу подставляются новые созданные портфолио создаются в начале и по убыванию да это все тоже можно настроить так если мы перейдем внутрь у нас здесь не хватает полей давайте сначала настроим поля переходим в админку переходим компоненты mb2 портфолио переходим extra fields создание полей и нажимаем на кнопку создать если сможете создать те поля которые вам нужны здесь нужно прописать только title ну например автор сохранить закрыть одно поле создали нажимаем создать давайте создадим несколько полей и например цена сохранить закрыть здесь вы создаете конечно же те поля которые необходимы вам сейчас вы узнаете как их применить два поля на создано кликом по ссылке projects переходим в проекты и в одном из созданных проектов я вам покажу как добавляются эти поля заходим давайте в последний созданный проект это демо 6 переходим на вкладку extra fields и мы можем добавить до 10 полей что мы делаем мы у первого поля name кликаем по списку и тут у нас отображаются наши с вами созданные поля то есть мы выбираем автор и ниже мы пишем кто автор в поле номер два выбираем цена ну вы например портфолио у вас да вы что-то продаете там не знаю графику какую-то свою цена например 500 рублей и так далее дальнейшие поля также настраивают мы нажимаем сохранить закрыть это мы сделали только для шестого проекта то есть для каждого создан проекта нужно здесь добавлять эти поля давайте проверим на сайте перехожу в проект номер 6 и вот здесь вы видите да у нас выводится дополнительная информация автор и цена единственное то что здесь я неправильно сделал ведь у нас двоеточие подставляется два раза потому что автоматически она там уже вставляется то есть разработчик позаботился чтобы это уже автоматом вставала поэтому дополнительные вот эти двоеточие нам надо убрать я перехожу обратно в поля заходим автор то есть вы не ставите здесь двоеточие вы ставите только название сохранить закрыть и цена также убираем двоеточие сохранить закрыть теперь смотрится все хорошо давайте пройдемся по настройкам создания портфолио на примере созданного проекта портфолио дэма 6 на этом примере будем работать и соответственно другие все проекты вы уже сможете настроить под себя самостоятельно давайте перейдем в project перейдем в проект номер 6 и посмотрим что мы можем здесь сделать и смотрим главные настройки и смотрим вот на этот параметр title link что это такое есть мы посмотрим на главную страницу нашего портфолио то внутрь каждого портфолио мы можем перейти по изображению если мы сюда выведем иконку ссылки внутри поста по нашему заголовку можем также перейти внутрь и по кнопке подробнее если мы здесь выберем нет то вы видите что заголовок у шестого портфолио не активен то есть я его отключил это если нужно ну или же мы можем включить они же мы можем выбрать если по умолчанию то у нас контент внутри поста отображается справа то есть вот этот блок если же мы выберем здесь второй вариант то у нас если мы перейдем внутрь отображается как вы видите уже слева вот этот блок то есть вы уже сами смотрите либо у каждого поста делайте по-разному либо одинаково уже на ваш вкус ну или же если мы выберем то это будет в самом низу давайте посмотрим обновляю данный проект вы видите видео растягивается на всю ширину и у нас вся информация будет поступать ниже видите да каким образом я верну по умолчанию дальше у нас идет медиа ширина это отображение выводимых картинок или видео внутри самого проекта внутри нашего портфолио если поставим например 30 и сохранимся то отображаться будет уже вот так вы видите да видео уменьшилась этот блок стал больше то есть это также настраивается как вам нравится я также оставляю по умолчанию так на главных настройках здесь все переходим description описание так ну здесь в принципе добавить нечего здесь все понятно переходим images первый параметр слайд у нас отключен что это за слайд в этом проекте вы видели что я добавил интро имидж но это обязательно добавил 2 3 изображение но мы здесь его не видим потому что у нас здесь еще есть видео давайте временно видео мы уберем с этого проекта сохранимся обновим сайт это изображение которое мы добавляли да она у нас отображается а другие два изображения их здесь нет если мы выбираем слайд нажимаем сохранить и обновим страницу данного портфолио то у нас появляются стрелки и по клику переключается те изображения которые в данном портфолио я загрузил и они в автоматическом режиме также перелистываются если мы включим следующий параметр множественный и обновим страницу то у нас изображение приобретает вот такой вид то есть идут друг за другом если это нужно также когда я тайтл прописывал у изображения вы помните вот это видите фото она будет вводиться вот здесь у других фото не прописано ничего поэтому здесь ничего не выводится здесь можно написать достаточно приличный текст то есть целое предложение например что-то описывающее данное изображение при включенном мультиплей получается что слайдер можно отключать потому что он нас равно не отображается но он работает на главной странице данный слайд то есть если вы его оставите то будет вот что сейчас если слайд отключен будет вот так то есть мы наводим и появляется ссылка это во весь экран да то есть это как вариант если мы включаем слайд и обновляем то у нас здесь получается прямо вы видите в миниатюре слайды и исчезает ссылка то есть здесь смотрите как вам лучше но соответственно внутри поста у нас остается вид такой же если мы включаем параметр lightbox это всплывающее окно и сохраним страницу то у нас внутри нашего проекта на этих изображениях появляется при наведении ссылочка посередине то есть каждое изображение вы сможете открыть полной величине и также по бокам есть стрелочки дальше крон имидж это обрезание изображения если вы включите да и назначите 300 например на 300 пикселей то внутри поста изображение будут 300 на 300 пикселей обрезаться и также ниже марджин это отступ слева справа сверху снизу а также просто здесь подставляете например 10 10 меняете в общем и смотрите как изображение отступают от края от верха от этого края и снизу то есть очень гибко все настраивается я отключу обрезание изображению и так дальше у нас идут поля для загрузки изображения и для интро для первого изображения у нас есть еще параметр link если мы с вами отключим слайд для главного изображения а вот здесь поставим нон и сохраним нон то есть нет сейчас вы видите у нас по умолчанию здесь при отключенном слайде ссылка прямо на изображение мы ее отключили если я обновляю страницу то у нас получается пустое изображение если нужно не имеющий никаких ссылок и перейти можно внутрь по заголовку или по кнопке подробнее и давайте посмотрим какие здесь есть еще варианты link to image big image то есть показать полном размере изображения это ссылка на изображение который вы уже видели следующая link to project давайте посмотрим сохранить была ссылка на увеличение изображения теперь появилась иконка ссылка для перехода внутрь поста по изображению то есть вы видно да иконочка изменилась и осталась последняя опция link to big image and project то есть показать ссылку на увеличение изображения и ссылку для того чтобы попасть внутрь поста давайте посмотрим как это будет выглядеть выбираем сохранить обновляем сайт и вы видите при наведении у нас есть ссылка на увеличение изображения и ссылка на то что попасть внутрь поста и здесь еще есть такая кнопка умолчанию она включена показывать ли вот это интро изображение в полном проекте нашим то есть если я сейчас захожу в внутрь она у нас также первым вводится потом идет второе и третье изображение загруженное да может так получиться что вам не нужно вот это интро изображение выводить в полном проекте если она уже у нас есть вот здесь вот да поэтому смотрите мы ставим нет сохраняемся обновляем сайт здесь вы видите интро изображение показана пластинка с руками до диджея переходим внутрь и видно что здесь она не показывается так вкладку имидж мы рассмотрели дальше уже идет просто загрузка изображений как я уже говорил максимум 10 штук вкладка видео здесь уже понятно как видео добавлять больше настроек здесь нет extra fields это у нас поля links это кнопки одну мы с вами вывели давайте выведем еще пару ссылку вешать не буду поставлю просто решетку текст просто напишу привет открыть новом окне оставим дефолт иконка давайте какую-нибудь иконочку выберем третья кнопка также решетка тест в новом окне возьмем link иконку star звезды просто посмотрим как это будет выглядеть и сохранить обновляем страницу данного проекта и вы видите мы добавили кнопку привет обычная кнопка и текстовая кнопка link также вместе с иконочкой да то есть это на ваше усмотрение можно либо ссылки либо кнопки осталась кнопка метод данные ну здесь вы уже знаете как работать итак мы с вами закончили настройки создания самого проекта остальные проекты вы уже сможете настроить просмотрев это видео на этом давайте поставим паузу и продолжим изучать данный компонент в следующем уроке позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джумала или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумайтесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблоны на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев